Подробнее о ситуации с коронавирусом поговорим с главным токсикологом города Баку, Исмаилом Эфендиевым. Здравствуйте, Исмаил Мелли. Здравствуйте. Исмаил Мелли, мы знаем, что в последние недели в Азербайджане наблюдается значительный рост числа инфицированных COVID-19. И, правда, многие из них лечатся и выздоравливают, но все же смертность от этого заболевания остается на прежнем уровне. В какое-то время люди верили, скорее всего, не верили в коронавирус, они не соблюдали меры предосторожности, но сейчас мы наблюдаем совсем иную картину. Люди, видим более много людей, которые соблюдают меры предосторожности, но все же динамика заболеваемости не стихает. Вот какова, по-вашему, причина этому и связано ли это с сезонным гриппом? Непосредственно, здравствуйте, во-первых, непосредственно с сезонным гриппом это не связано, потому что грипп это другой вирус, и заболевания с сезонным гриппом это не заболевания с пандемией, связанные с COVID-19. Но, поскольку и вирус COVID-19, и вирус гриппа, они где-то, мы будем говорить, не совсем близкие, но родственники, поэтому эпидемиологические законы на них действуют одинаково. То есть мы видим определенные волны, которые связаны и с сезонностью, но и связаны, конечно, также с процессами, протекающими в обществе. Мы видим, что когда идет локдаун, идет определенный процесс снижения числа заболеваний, когда люди немножко расслабляются и забывают про эту пандемию, которая еще не закончилась, опять идет рост. Сейчас мы находим в новой стадии нового роста. И как было совершенно замечено правильно в сюжете, которым было до этого, Израиль, посмотрите, это еще раз показывает, что единственный путь прекращения пандемии, возвращения к нормальному образу жизни, это вакцинация и только вакцинация. 50% населения и больше вакцинировано в Израиле и уже закрываются клиники. Я думаю, что эти клиники больше не откроются. К сожалению, многие другие страны, в том числе европейские страны, находятся далеко позади этой цифры и поэтому еще потребуется определенное время, потому что вакцинация это не дело одного дня, это процесс. И чем быстрее мы его пройдем, тем быстрее закончится пандемия. Господин Эфенди, вот как по-вашему, говоря в Азербайджане, как вы думаете, будут ли какие-либо ограничения, стоит ли это вообще делать или же все же мы будем надеяться на вакцинацию и она спасет нас? Имеется глобальное и имеется локальное процессы локдауна. Сейчас мы видим, что власти стараются не допустить глобального локдауна, чтобы все закрылось как предыдущий. Это большое напряжение не только для экономики, не только для людей. Это большое напряжение для всей нашей жизни. Поэтому выбираются точечные такие действия, например, да, если в школах идет количество увеличения заражения среди детей, а мы видим, что это новая волна, она действует и на молодежь тоже, людей среднего возраста. Поэтому локально закрываются школы, да, очаг передачи заболеваний, значит, локализируется. Транспорт, ну, сами понимаете, что переполненный транспорт тоже является одним из очагов передачи инфекции. 10 дней на Новый Рост транспорт не работает. То есть понятно, что если этими путями удастся сдержать рост, то мы сможем избежать глобального локдауна. Если же нет, то другого выхода нет. Вот мы отметили, что сейчас проводится вакцинация, она также проводится в Азербайджане. И несмотря на это, некоторые граждане все же опасаются делать прививки. Вот как, по-вашему, скорее всего, как врач, скажите свою точку мнения, что как помогает прививка и стоит ли вакцинироваться тем, которые уже переболели COVID-19? Начну с конца вопроса. Стоит ли вакцинироваться тем, которые переболели COVID-19? Если вы болели COVID-19, у вас был подтвержденный диагноз. Перед тем, если ваша возрастная группа или социальная группа попадает под вакцинацию, я бы рекомендовал провести тест на иммуноглобулин G. Если содержание иммуноглобулин G высокое, тогда можно пока уступить свою очередь, не отказаться от вакцинации, а уступить свою очередь тем людям, которые больше в ней нуждаются. Но через несколько месяцев, когда напряженность иммунитета ослабнет, эти люди также обязательно должны вакцинироваться. А вот какой период времени это занимает? Ну, это по разным данным от 6 до 8 месяцев. То есть иммунитет сохраняется. Если у вас нет тяжелых иммунодефицитных состояний, что очень редкие заболевания. Поэтому в большинстве случаев 6-8 месяцев, будем говорить, так относительно безопасно. А вот как помогает прививка? Прививка в первую очередь. Во-первых, сейчас многие разговоры идут. Китайская вакцина, американская вакцина, еще какая-то. Дело не в том, какая вакцина. Дело не в том, каким путем она получена. То есть так вакцина, которая имеется сейчас в Азербайджане, она инактивированная вакцина. Это та вакцина, которая позволяет выработать иммунитет. И все остальные вакцины действуют так же. Другого пути, кроме как переболеть, к сожалению, нет возможности выработать иммунитет. Витамины здесь и другие средства здесь не помогают. Поэтому вакцина это единственный способ выработать, безопасно выработать иммунитет. И даже если после вакцинации, ну, бывают случаи, что я читаю, что заболел, в любом случае эта болезнь не будет протекать тяжело. Вам не понадобится реанимационная койка. И это позволит вам избежать, будем говорить, трагического завершения данного заболевания. Поэтому работа вакцины, это не только уберечь вас от болезни, но и уберечь от тяжелого ее течения. От, будем говорить, несчастного тяжелого исхода, неблагоприятного исхода. То есть, в случае того, что вакцинироваться и заболеть COVID-19, она существует, так скажем? Ну, надо понимать, что вакцина не уберегает от болезни. Вакцина уберегает, прежде всего, от его тяжелого течения. То есть, основная проблема здесь в том, что люди попадают в больницы, люди попадают в реанимационные койки. И здесь уже идут большие проблемы, как для них, так и для системы здравоохранения в целом. Поэтому вакцинация позволяет избежать тяжелого течения заболеваний. Очень часто оно протекает так легко, что вы даже не знаете, что уберегает. Спасибо вам большое, господин Эфенди.